Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в прямом эфире. Меня зовут Надежда Калинина, и я спешу поздравить вас и себя с праздником. Сегодня нашему Союзу исполняется 17 лет. Думается мне, что важно обратиться к угодникам Божьим, которые прославляются церковью в день твоего рождения или в день рождения телеканала, ведь это не случайность и не совпадение. И, по-моему, таким образом можно проследить немало весьма символических связей. Так, сегодня день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Торжество в их честь установлено в знак глубокой благодарности за многолетние неустанные труды в утверждении догматов православия и ревностной защиты церкви от еретических учений. Также сегодня память родителей игумена земли русской Сергия Радонежского, преподобных Кирилла и Марии. Они воспитали настоящих христиан, а последние годы жизни провели в ангельском монашеском чине. 31 января отмечается память праведного Афанасия Навладского и преподобного Афанасия Вологодского, просветителей русского Севера. Вспоминаем мы сегодня и новомучников, святых Михаила Каргополова, Евгения Исадского, Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергея Лебедева и Александра Русиного, тех, кто свидетельствовал о Христе в 20 веке и отдал земную жизнь за Царство Небесное. А на Балканах сегодня чествуют святителя Максима, архиепископа Сербского. И в том, что дата рождения Союза – это день памяти одного из святых Сербии, я, например, вижу благословение на создание программ об угодниках Божьих, которых дала миру эта прекрасная многострадальная земля. Цикл «Свидетельство веры Сербия» начал выходить в эфир в ноябре прошлого года и скоро достигнет отметки в 20 выпусков. А начиналось все с разговора о почитании в Сербии царственных старстотерпцев. Вместе с гостем программы, клириком Вознесенского архиепиского подворья Екатеринбурга, священником Душиным Михайловичем, зрители телеканала «Союз» смогли совершить историческое путешествие. Батюшка, вы родились, учились и большую часть жизни провели в Сербии. Но мои сведения об этой стране, они до недавнего времени ограничивались фильмами Эмира Кустурицы. Всемирно известный режиссер, он, в общем, показывал широту сербской и балканской души. Ну вот буквально, наверное, недавно я узнала, что сербская душа настолько широкая, что в ней нашлось место и немалое место святым царственным старстотерпцам. Вот расскажите, пожалуйста, о почитании этих угодников божьих на Балканах. Ну, конечно, нашлась не только для них. Я думаю, что эта тема, она неразрывно связана и с темой любви сербов к русским, в принципе. Потому что я должен сказать, что, насколько я знаю, сербский народ единственный, который никогда в своей истории не воевал против России. И это наверняка не случайно. Это тяга к русским. Несмотря на то, что сербы отличаются по ментальности, характеру русских людей и так в целом, но какая-то тайная, какое-то влечение, я не знаю, к русским, оно существует все время. И, конечно, то, что сделал император Николай для Сербии, я думаю, что такого вообще нет в истории. Войти, начать войну из-за того, что сербам была обещанная помощь и спасти маленький народ на Балканах, это, конечно, неоценимое для нас. Притом, есть еще один момент, о котором тоже надо сказать о менее известен. Не только, что началась война, в том числе за Сербию. И когда в один момент, во время первого натиска австрийцев, сербы хорошо справились, выгнали австрийцев с территории Сербии, но напали немцы. И вот уже истощенные после вот этих первых полтора года войны, сербы не смогли сохранить свои позиции. Нужно было спасать армию. И этот поход, он очень был тяжелым. Это такой исторически страшный момент, когда зимой сербские войска, которых тоже защищала Черногорская армия со своей стороны, она проходила через территорию вот этих гор балканских, через Албанию. И нужно было перевести их на Корф, острова Корф. И тогда, как это часто бывало, западные союзники, которые часто были якобы союзниками, не как-то не горели желанием спасать армию. И тогда царь Николай сказал, что если они не помогут, Россия выйдет вообще из войны. И что-то такое он сказал, что их испугало, наверное, и они все-таки помогли. И таким образом они там оправились, вернулись, как бы, вернулись свои силы и сделали контрнаступление уже повторное, известный Солунский фронт, благодаря которому Сербия освободилась от оккупантов. Так что эти два момента сыграли очень важную роль для существования нашего государства. В нашем эфире мы говорили и о периоде Средневековья. Мы узнали о святых короле Милутине, его братья преподобном Драгутине, их матери благоверной Елене Анжуйской и сыне святого Милутина, мученике Стефане Дичанском. А получив положительный отклик от зрителей, мы решили продолжить цикл о святых и святынях Сербии. История этой страны тесно связана с Афоном. На Святой Горе выходцы из Сергии основали монастыри Григориат, Хиландар и Симона Петра. Причем с последним связана очень интересная история. Святая обитель стоит на неприступной и очень крутой и высокой скале. И строители не раз отказывали основателю монастыря, преподобному Симону Мироточивому, в возведении там храмов и кельей. Это казалось опасным и невозможным, пока не произошел один чудесный случай. Пришли мастеря, и он показал место, где должен был быть монастырь. Они сказали, такого быть не может, это очень опасно. Начался разговор, который ничем не окончился, потому что они упорно говорили, что нельзя, а он упорно твердил Симону, что надо. И когда уже никакого результата не было, он пригласил на обед всех, это там, в этом обрыве. И один из учеников взял вино и стакан, хотел подойти к столу, но вдруг как-то споткнулся и упал в этот обрыв. И вот мастера сказали, вот видишь, уже первая жертва, а ты упорно хочешь вот такое. Он молчал. Не прошло, ну, не полчаса, появляется этот мальчик с другой стороны, с этим же вином и этим стаканом. Не пролита была ни одна капелька. И подходит к ним. То есть преследовая Богородица таким образом знак дала этим мастерям. И они сказали, я сейчас убежден, что ты человек Божий. Знаете, как у Христа, когда говорили, после этого, конечно, начался вот этот проект, но нужно было тоже пример такой чудес, которые происходили. Нужно было поставить большой камень в фундамент, который они посмотрели несколько человек, его даже двинуть нельзя было, а не то, чтобы перенести. Он подошел, перекрестил камень и сам взял его на свои плечи и принес туда. Поражает история борьбы и исповедничества сербского народа в период многовекового турецкого ига и то, какая страшная участь постигла народ в году Второй мировой войны. Православная церковь чтит мучеников одного из самых страшных фашистских лагерей смерти хорватского Ясиновоца, а среди узников концлагеря Дахау были святитель Николай Сербский и патриарх Гавриил V. Но сербы на протяжении всей своей истории не только смогли сохранить свою веру, но и поддерживали православие в других странах. Так, на берегах американского континента слова Евангелия звучали благодаря в том числе и святителю Мордарию Ускоковичу, первому архиерею сербской православной церкви в Северной Америке, и святому Севастьяну Джексонскому, первому православному священнику, родившемуся в США. Святой Севастьян своей проповедью Евангелия объединил эмигрантов – сербов, греков, румын и русских. Он был неутомимым миссионером и за свою жизнь 15 раз пересек Атлантический океан и 9 раз Тихий. Очень много путешествовал. То есть сколько он ездил в те времена, опять это удивительно. Он был и в Калифорнии, он был на Аляске, он там построил два храма сербских, один в Святом Саве. Он просвещал эскимосов. До сих пор есть представители этого народа, которые крестятся с три пальца. То есть видно, что это осталось еще с тех времен. Как говорит Святой Владыка, он был и журналистом, он был апологетом. Он писал богословские труды, чтобы представить американцам православие, о котором они ничего не знали. И он снова повторяет, что это был единственный человек, который владел английским. Потому что, он говорит, если были какие-то священники русские и греки, в основном они приезжали на короткий срок опять заработать, что-то сделать и вернуться. Поэтому, говорит, они английским не владели и не интересовались его учить. А тут, получается, он смог объединить людей разных национальностей на почве этого английского языка. Будучи американским гражданином, то есть он был настоящим американцем, в то же время он очень любил свой народ сербский. И фактически первые 20 лет он был русским священником, потому что его прислали, снова вернули туда. После окончания учебы в Америку он был настоятелем храма в Сан-Франциско, русского храма. И интересно сказать, что он настолько ездил много, что, как говорил святой владыка, когда мы с ним познакомились, в 1915 году в Сан-Франциско он говорил про континенты и океаны, как будто переходил из комнаты в комнату. То есть для него это было абсолютно нормально. Он 15 раз переплил Атлантический океан и 9 раз Тихий океан. То есть он был и в Японии, он служил вместе с Святым Николаем Японским. Он сослуживал тоже патриарху будущему Тихону, который был, как мы знаем, 7 лет в Америке, епископом. Он ему в свое время подарил митру, очень дорогую. Что сделал Святой Севастьян? Это было в Чикаго. Он уехал в Нью-Йорк, продал за тысячу рублей, она стоила золотых рублей. И с этими деньгами в долларах, естественно, он построил храм Чикаго в Сербске. Что такое сербский праздник славы? И почему из поколения в поколение каждая семья в Сербии почитает своего святого? Зачем жители Балкан на Рождество Христово сжигают дуб? И почему сочельник называется Бадни Дан, а Рождество Божич? Обо всем этом уже узнали зрители программы «Свидетельство веры Сербия», которая выходит в эфир в рамках проекта «Союз Онлайн». Сейчас в основном церковные люди предпочитают… Потому что, знаете, это чисто технический момент. Обычно делается огромный огонь по несколько метров вверх. Это можно сделать только при храмах. То есть дома уже и опасно, и не делается. И сообща оно как-то и легче, и приятнее. Но дома все равно. И остается трапеза такая же. Многие делают вот это… Пшеницу бросают, солому. Я вот в монастыре Стефана Дычанского «Игумен» это все делал. То есть это традиция, которая абсолютно везде. Только она имеет разные формы. Там, допустим, можно было что-то, какой-то огонь там сделать. А в городах, конечно, это делается все или на площадях, или у храмов. Но традиция все равно присутствует. Она осталась живой. Я так понимаю, что это вот со времен Саввы Сербского началось. Когда вот он принес православную веру в Сербию, он сохранил вот эти обычаи, но вот придал им новый смысл. Я вам скажу, что это было даже раньше. Это даже есть некоторые сведения, что с 9-го столетия. Он же жил у нас в 12-м и 13-м, но просто он, как говорится, утвердил православие, потому что еще были шатания разные, но и в 11-м тоже, видимо, это было. Потому что традиция-то была языческая. И как только стали принимать христианство, стали видоизменять символизм этого всего. Цикл бесед со священником Душиным Михайловичем планируется продолжить. В следующих выпусках речь пойдет о том, как сербский великий князь Стефан Неманя стал святым Симеоном Мироточивым. Узнаем о чудесах святого Саввы Сербского и услышим историю любви и супружеской верности святой сербской царицы Милицы. И, конечно, я попрошу отца Душина рассказать нам о святителе Максиме Сербском, память которого совершается сегодня, в день рождения телеканала «Союз». Еще раз поздравляю всех с 17-летием нашего общего телеканала. Увидимся в эфире «Народного православного». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok